Политика в России – игра с самыми высокими ставками. Если играешь в политику, будь готов умереть. В прямом смысле, не в политическом. Императоры и цари умирали нередко, а уж те, кто посягал на трон, умирали просто пачками. 16 февраля в Ямальской колонии поселка Харп по официальной версии умер Алексей Навальный. Хайп-политика стала Харп-политикой. В первую очередь вызов для существующей оппозиции, которая в одни смерти Алексея Анатольевича, безусловно, клялась над его гробом и говорила о том, что его смерть объединила и примирила всех. В России трудно быть живым вождем, почти нереально. Дедушка Ленин, ну хороший был вождь, с того момента, как лег в мавзолей, стал вечно живым. Сталин был предан анафеме при Хрущеве, но сейчас не парламентские партии рисуют его на знаменах. Брежнев олицетворял застой, а сейчас дети хотят в СССР. Дорогой Леонид Ильич после смерти стал символом почти что поп-культа. Те, чьи инстаграмы 16 февраля окрасились черными сторис, года полтора весьма успешно не вспоминали Алексея Навального. А надо же, оказывается, умерев он стал хайпой и живого. Это не сарказм, это констатация. Прекрасной России будущего никогда не будет, но у нее теперь есть символ для октябрятских значков. При жизни покойного я сказал о покойном все, что хотел, мне нечего добавить. Самое мерзкое, что я увидел после смерти либерального вождя, это поведение его сторонников. Свора трясущихся иноагентов на кокаиненный идиот волков. Недовременно мы боялись и ожидали, что да, такое может случиться. Который потом еще и нажрался на стриме. Как это существо вообще руководило какими-то штабами? Вы думаете, они трясутся от горя? Нет, они, что их проекту закроют финансирование после гибели фронтмена. Я тебя в Афган не посылал, цинично бросали советские чиновники в глаза молодым инвалидам. Мы его в Россию не отправляли. Дребезжат иноагент Жданов и опухший от обжорства пресс-секретарь невыданного родственникам тела Ермыш. Наверняка сейчас начнутся множество спекуляций на тему того, кто Алексея уговорил, заставил и так далее. Я была там, когда Алексей принимал решение возвращаться. Я уж точно могу сказать, что никто никогда не заставлял Алексея возвращаться. В целом это какая-то очень странная идея, что такого человека, как Алексей, можно заставить что бы то ни было сделать. Этого вопроса не стоял. Это просто бред. Это невозможно себе представить такого. Он сам вложил голову в пасть льва. Оставьте нам наше содержание. Рыдают сторонники покойного. Оставим за скобками жену. Какая-никакая, а все же близкая родственница. Власть внутри семьи передается в монархиях и диктатурах. Разве не так? Юлия согласилась возглавить франшизу прекрасной России будущего. Но это же другое. Соратницу Любовь Соболь не сумели прокапать даже для траурного стрима. Все, на что хватило и на агентессы, запинаясь прочитать трехминутный текст Суфлера на следующий день. Вы идиоты там совсем. Эти похабные низкие слова от представителей путинской власти. Яркое свидетельство низости того зла. 19 февраля Соболь пришла таки на стрим. Мысли Соболь путались. Пока Навальный был на свободе, он им так разжираться, видать, не давал. В эмиграции вся свора экстремистов ФБК наела ряхи и п*** свое знамя на Харпе. Для них он умер еще в 2020-м в Омске. Точнее, им жаль, что не умер. Вот, послушайте, это всего минута рассказа очевидцев. Тогда никто не мог знать, что случится через 4 года. Тогда никто даже не знал, жив ли пациент. Давай говорить честно, Навальный журналистов презирает. Ему и команда все его презирает. Они считают, что они все лучшие, чем журналисты. И они находятся в таком дуалистическом положении, когда им припекает, Юля выбегает к журналистам говорить, что ее не допускают, ей не дают или еще что-то. А когда им не нужно, допустим, когда вывозили Алексея, они заставляют все, во-первых, Ваня Жданов выходит и говорит, да, ребята, не стойте здесь, Алексея только через час повезут. А Алексея через 5 минут вывозят. Они требуют, чтобы Росгвардия отталкивала журналистов на 5 метров. 20 метров там буквально. Да, на 15, да. То есть просили на 15, а то 2-0 на 5. И там становилось живым счетом, чтобы никто журналистов не поймал кадры с Алексеем в плохом состоянии. Ну и очевидно, что Кира наращивала свой телеграм-канал, давая туда только что. То, что Кира, ну она как бы, ну то, что она началась с телеграм-каналом на 300 человек, закончила с 20 тысячами. Ну вот вся эта история, она очень как бы некрасивая в том понимании, что Алексей выключил с этой функции, а они как пауки в банке начали в разные стороны ползти и иногда друг друга попусывать. Им всем было плевать. Таково общее впечатление. Ермыш качала свой телеграм-канал. В критический момент ФБКшная сфора не придумала ничего лучше, чем устроить несанкционированный митинг. Они сказали, что ребят, мы вам не отдадим никого. Они не очень поняли, что произошло, они увидели каких-то людей в штатском и не придумали ничего умнее, как начинали просто вот кинули во все чаты, да, во все чаты кинули призыв, и туда начали приезжать люди. Мы понимаем, что люди, которые могут в пятницу в обед приехать помитинговать, но, как правило, это люди не работающие, особенные люди. Назовем это так. Когда пришли ребята с плакатами в пятницу после обеда, на плакатах было все что угодно, отпустите Алексея, отпустите, не держите там. И единственная девушка с плакатиком «Алексей, живи». Я думаю, это был второй человек, которому было интересно здоровье Алексея после июля на этой территории. Сбрил усы, бороду и что-то там заявил несостоявшийся кандидат в президенты Борис Надеждин. Но этот-то куда? Надеждин настолько не страдает харизмой, что ему в пору быть губернатором Мурманской области, а уж никак не вождем невозможной русской демократии. Я не хочу об этом даже говорить, это совершенно неправильно. Давайте мы сначала, что называется, ухороним Алексея, а потом будем на этой истории пытаться какие-то политические выводы делать. Глобально, когда кладешь голову в пасть льва, а будь готов, что лев ее откусит. Навальный положил голову и случился наиболее вероятный из двух финалов. Вторым был обмен на Запад. Здоровья не хватило. В тюрьме, брат, да нет. Знаете, проблема наша в короткой памяти. Сценарий «Что мы сделаем с Путиным» появился 10 лет назад. Фантазии либералов не ограничивались ни карцером, ни гаагой. Паттерн «Кровавая губня» появился в те же времена, когда Путин обсуждал с Клинтоном вступление России в НАТО. А уж режим кровав был даже при Ельцине, при вечно пьяном дедушке, чьи времена вспоминают с ностальгией навальнисты. Просто при Ельцине не было навальнистов. При нем была демшиза – реальные демократические шизофреники, блажившие при виде любого огнестрельного оружия. Для начала они накликали Чеченскую войну, а там понеслось. 30 лет либералы дразнили льва. Три года назад Алексей Навальный вложил голову ему в пасть. Вложил, чтобы что. Когда снимают твое политическое завещание, а потом поцелуем иуды, тебя провожает в Россию канцлер Германии. Чего ты ждешь? Ты начал играть роль мученика. Не жди, что шоураннер перепишет финал. Псевдо Христос обязан быть распят с подачей Христа Грозева. Законы жанра нельзя обмануть. Живой Навальный точно не был нужен телеакадемии, давшей ему Оскара авансом за последнюю главную роль. Русский Кеннеди не должен был доехать до пули Освальда. Даллас ваш в Лубутнангах, а Жаклин Навальный флексит в окровавленном платье на церемонии Оскара. Россия – край гибельной вечности. Земля великой смерти. За веру, за идеалы. Есть идеалы – будь готов погибнуть. Такова скрипа. Мы стоим на плечо от гигантов. Мы уверенно смотрим в прошлое. Деды умирали. Далекие прадеды сжигали себя в избах, чтобы тремя пальцами не креститься. Украинцы появились, как побочка нашей великой истории. Это вроде бы целый народ. Единица вздор. Мы не ценим единиц, мы ценим символы. Россия уверенно смотрит. Великое прошлое. А среди легенд не бывает живых героев. Хайповой тема смерти Навального пробыла столько, сколько жили черные сторис. 24 часа. Бездарная клика ФБК. Последние угли. Дальше забвение. А может символ? Мавзолей на харпе. В вечной мерзлоте. Но точно никаких наследников. Одни мордаты иноагенты, бьющиеся за пайку из вертолетных фондов Конгресса. Этот спектакль окончен. Расходитесь. Может быть увидимся в новом сезоне. А если Навальный жив? Вдруг его в паре с Гершковичем везут в пломбированном вагоне на финскую границу? Может поэтому и нет трупа в доступе? А ну как все это спецоперация? И вот накануне выборов Путина заходит Леха. Берлинское логово ФБК. А там обжабанный волков, отожравшаяся ермыш и долбанувшаяся соболь инагуируют Юлию Навальную. Ну что, касатики, мужик еще не закопан, а вы уже франшизу перепродали? Не останутся сиротами колки и жены не прорвавшиеся в титры. Такер Карлсон получает Нобеля и Пуллицера за блестящий обмен. А в ноябре становится вице-президентом США. Красиво было бы? Я бы так и сделал. Всего вам доброго.